Целый месяц, с 12 января по 12 февраля, в Зеленограде проходил фестиваль науки и научного творчества «Эврика», где гостей ждали разнообразные мастер-классы, лекции, научные шоу, конкурсы, выставки, презентации, соревнования и интеллектуальные игры. В этом году спортивное и неформальное движение «Парк Ран Зеленоград» отметило большой юбилей. 11 февраля состоялся сотый по счету забег. Его отметили различными конкурсами и чаепитием. Кроме того, были награждены сотый финишировавший участник и шеститысячный участник Зеленоградского «Парк Рана», а все бегуны в этот день получили памятные карточки. 11 февраля впервые в Зеленограде прошел этап открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». В этот день на стадионе «Ангстрэм» состоялось три старта. Все участники гонки получили сувениры Министерства спорта России. В этом году участники акции «Рубеж Славы Крюкова», которая прошла 5 мая, растянули 8-километровую Георгиевскую ленту вдоль автодорог округа. Причем, в отличие от прошлых лет, акция прошла не только в новом городе, но и в старой его части. Кроме того, в этот день состоялся автопробег с участием раритетной военной техники, а также шествие Зеленоградского бессмертного полка «Крюковский марш», которые завершились митингом-концертом у памятного захоронения в деревне Каменка. 20 мая в округе был организован первый открытый чемпионат Зеленограда по кроссу с препятствиями. Состязание проводилось среди мужчин, женщин, а также пар в двух дисциплинах – 2 километра с 8 препятствиями и 6 километров с 16 препятствиями. Трасса включала территорию Парка Победы, дорожки вдоль городского пруда и грунтовые тропы в прилегающей лесопарковой зоне. 21-й Зеленоградский полумарафон, который прошел 4 июня, собрал более 1200 участников. В трассу марафона был включен автомобильный мост через пруд между Меет и префектурой, а место старта и финиша перенесли на центральную площадь, где они находились до 2014 года. На Школьном озере 24 июня впервые в Зеленограде прошел фестиваль по рыбной ловле «Рыбалка на Школьном», в котором приняли участие более 70 любителей отдыха на природе в возрасте от 5 до 65 лет из Зеленограда, Клина, Солнечногорска и Ташка. После завершения соревнований для гостей была организована концертная программа, а также игры, конкурсы и мастер-классы. 26 августа команда «Зелран» организовала новое спортивное событие в Зеленограде – эстафету «Юность». Мероприятие прошло на территории недавно построенной лыжероллерной трассы и включало соревнования между мужскими, женскими и смешанными командами. Особенно популярным у Зеленоградцев в этом году стал фестиваль «Золотая осень», который прошел с 22 сентября по 8 октября на обновленной площади «Юности». Украшенная праздничными цветочными композициями и инсталляциями площадь на две недели превратилась в осеннюю сказку, где посетители могли приобрести различные дары осени, провести время на площадке для активного отдыха или посмотреть концертную программу. 18 ноября в «Видогонь театра» состоялась премьера спектакля «Белкие сосны микросхемы», посвященная 60-летнему юбилею Зеленограда, который будет отмечаться в следующем году. Идея подарить городу спектакль появилась у художественного руководителя театра Павла Курочкина еще в 2015 году. Актеры театра приняли непосредственное участие в сборе материалов и создании сюжета спектакля. В результате получилась постановка в жанре вербатим с увлекательным театральным действием и элементами фантастики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова